Это все в перспективе, а пока встречаем гостя вечера. Актриса Владимирского академического театра драмы Валерия Емельянова расскажет о предстоящей премьере. Валерия, добрый вечер. Добрый вечер, Анна, добрый вечер, уважаемые телезрители. Все, премьера, премьера одна за другой. Мне кажется, труппа не успокаивается, всегда находится в какой-то динамике. Да, это действительно так. Вы знаете, я не была занята в премьере, которая прошла вот только-только по творчеству Анны Ахматовой, их истории с Гумилевым. Ну и даже больше, я бы так сказала. Я не занята в постановке, которую сейчас готовит Владимир Александрович Кузнецов с нашими актерами по произведению Антона Павловича Чехова «Сахалин». Но я буду занята в премьере следующей, которой мы будем закрывать сезон. Это премьера по повести Льва Николаевича Толстого «Холстомер». Спектакль будет называться «История лошади» по известной пометке Льва Николаевича Толстого. Ставить спектакль будет прекрасный режиссер Сергей Иванович Грицай. Все его помнят по его работе как режиссера по пластике в спектакле, который несколько лет назад у нас поставил Лев Шулинович Шехман, который сейчас успешно проживает в Америке. А Сергей Иванович как раз занимался пластикой в спектакле по песне Олби «Любовь под вязами». И мы тогда, конечно, были влюблены в Сергея Ивановича Грицая, прошу прощения, потому что это человек вообще невероятной культуры. Это представитель такой правильной интеллигенции, очень красивый, тонкий, умный и профессионал с большой буквы. Поэтому мы, конечно, все ждем встречи с ним и я тоже. — Пьеса очень известна и в театральных кругах. Были известные постановки. Я вспоминаю Товстоногова, пожалуй, такая уже классика. Удалось ли ознакомиться уже с этим материалом и, собственно, какое ощущение встречи с персонажами Толстого? — Поделюсь моим ощущением материала, потому что очень тщательно готовлюсь к работе. Правильно, Ваня, начали эфир. В театре действительно репетируются порой несколько спектаклей одновременно. Это очень приятно. Ты приезжаешь в театр, ты не занята в новой постановке, ты готовишься играть в вечерний спектакль, но ты видишь, что где-то поют, где-то работают в танцклассе, что-то там разучивают какие-то танцевальные партии. И все это, конечно, безусловно, очень приятно. Но пока есть возможность поизучать материал, потому что как только 1 апреля мы встретимся с режиссером, возможно, нужно будет учить какие-то технические вещи, отрабатывать какие-то тонкости мезонсценические. Поэтому сейчас я, конечно, очень подробно погружаюсь в него. И я хочу сказать, что таких вот выдающихся постановок, которые бы зафиксировала та же самая Википедия, этой повести, повести «Холстомер» нет. Есть тот спектакль, о котором вы вспомнили. Дальше была телеверсия, которую Тустаногов Георгий Александрович создал с Марком Розовским. Телеверсия, которая вот... Вот это та самая классика. Дальше был Иркутск. И, по-моему, это 2014 год. В 2018 появилась какая-то пластическая такая фантазия на эту тему. Вот не помню точно, то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Москве. Есть несколько радиоверсий. Одна в Германии, другая, по-моему, в Италии. И вот соприкасается с этим материалом в такой не самый простой период исторический, так скажем, Владимирский академический театр драмы. И в этом есть огромная смелость со стороны администрации театра, ее художественного руководства нашего театра, ну и труппы, потому что он очень сложный. И вообще, когда... Заявлена большая сцена или нет? Большая сцена, да. Занято достаточно много артистов. Многие работают в паре. И вот мой персонаж Виза Пуриха, это возлюбленная главного героя вот этой лошади, этого Пегова-Мерина-Холстомера. Кстати, его настоящее имя мужик первый. Мы тоже работаем в пару с Натальей Демидовой, кстати, уже не впервые. И работа будет очень объемной, и она требует огромной отдачи эмоциональной, потому что там очень много заявлено такой... Разные палитры в чувственности. Это же не только тяжелая жизнь, а вот этого Мерина, жестокость этого лошадиного табуна. Это невероятно искренняя любовь, которая длится на протяжении всей жизни. И это параллель с человеческой жизнью. И как вот эти все нюансы уместить в одну постановку? Ну, будем стараться. Я думаю, что Сергей Иванович везет какое-то очень классное решение. В спектакле есть композитор, который пишет музыку. Кстати, вокальные репетиции уже начались, и они тоже непростые. Там выписаны такие партии, что касается женского голоса, там колораторная сопрано. И сложно, действительно сложно. Ну, надеюсь, мы придем к какому-то консенсусу в этом плане, и всем будет удобно. Про композитор рассказала. Отдельно работает художник по декорациям. Орлов, не знаю имени, отчество, к сожалению. Это команда Сергея Ивановича Грица, я не знакома с ней. Отдельно работает художник по костюмам. И моя любимая труппа, мои коллеги. Так что надеюсь, что все получится. Все-таки про людей или про животных. Совсем недавно мы видели премьеру детского спектакля «Королевский бутерброд», там Валерия Емельянова примерила роль, самый главный по молочному цеху. Коровы. Да, коровы. Да, да, да. Но очень современная, очень стильная. И здесь, конечно, такой способ существования. С одной стороны, вроде бы ты актер, вроде бы ты такой двуногий, а с другой стороны, все равно где-то должна сохраняться вот эта пластика, что ты животный. И вот в танцах это было в «Королевском бутерброде». Как здесь, вот даже анализируя постановки, которые были ранее, там где-то сохраняется вот это присутствие, что это все-таки про животный мир? Вы знаете, когда читаешь и когда играешь, конечно, ты играешь про себя. Это все человеческие взаимоотношения и человеческие трагедии или человеческие счастья. Но я готовясь к эфиру, я вообще не люблю, когда еще какой-то костяк спектакля в репетиционном процессе не вырос, я не люблю смотреть постановки другие, ну, чтобы найти свой путь в роли, в образе. Но сегодня, готовясь к эфиру, я немножечко посмотрела фрагмент спектакля Товстоногова, с которого мы начали сегодня разговор. Но Лебедев гениально существует вот в этом характере, в этом образе, в этих предлагаемых обстоятельствах. И я верю, что он лошадь, я верю, что он человек, и я верю, что он личность как актер, большой актер в тандеме с режиссером. И если наши трупы, наши артисты достигнут такого же уровня, или хотя бы чуть-чуть прикоснуться, но я думаю, что достигнут, и здесь будет какой-то свой вариант решения этой повести, то я думаю, что это будет один из любимых спектаклей у Владимирского зрителя и не только. Очень надеюсь. А чем интересен образ, который придется исполнить? Вы спрашиваете про моего персонажа. Ну вот эта Визапуриха, она... У Толстого начинается все с того, что они уже в возрасте. Пеги, старый, Мерин, и она его узнает. Дальше есть моменты, где они безумно молоды, счастливы, влюблены. И это совершенно другая история. Но потом мы же знаем, и я как актриса знаю, что его забьют в овраге этого самого холстомера. И это тоже очень тяжелый путь и актерский, и творческий, наверное, я не знаю. Как актрисе очень интересно. Я думаю, что работа должна дать определенный такой профессиональный рост. И очень интересно, смогу или не смогу, я, как Валерия Емельянова, должна буду дать что-то новое зрителю. Сам Лев Николай читал, стоит, да? Насколько сложно рождалось его произведение? Есть какие-то интересные факты? 23 года он писал эту коротенькую повесть, поэтому он же ее даже отложил. И вдохновлен был, мы все знаем, эту историю. То есть эту историю должен был написать совершенно другой автор. И продолжил Толстой в связи с смертью. Он его потом забросил, и его супруга Софья нашла эти черновики случайно и попросила его обязательно это доделать. И дальше вот он за год совершил это произведение. И теперь, по-моему, какая-то англичанка была вдохновлена, прочитав эту повесть, и создала коллекцию марок, который до сих пор считается какой-то там такой коллекционной редкостью. Я думаю, мы еще не один эфир посвятим. Надеемся, что с режиссером тоже захочется поговорить. Сергеем Грицаем все-таки. Вы нам сегодня его зарекламировали как режиссер из большой буквы. Поскольку у нас сегодня такой эфир предпраздничный, конечно, есть сильная половина в театре, которая тоже блистает на сцене, которая не только служит театральному искусству, театральным помосткам, но все семьянины. И это здорово. Да, конечно, дорогие мужчины. Но я, конечно, обращаюсь не только к своим любимым коллегам, а вообще к мужской части населения всей нашей страны. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Я желаю вам здоровья. Это сейчас актуально как никогда. Я желаю вам мира. Это тоже очень актуально. И я желаю вам нашей бесконечной любви, потому что она вас всегда поддержит и даст вам и мир, и здоровье. С наступающим праздником, дорогие мужчины. Ну что ж, поздравления сегодня еще будут от наших гостей. Спасибо огромное. Валерия Емельянова сегодня рассказала, так сказать, приоткрыла кулисы подготовки нового спектакля, которым завершится этот сезон, сезон «История лошади». До новых встреч. До новых встреч. До свидания.